В Госдуму внесли законопроект, который меняет порядок признания граждан России малоимущими. Звучит уже как что-то позорное, правда? А вот теперь о чем законопроект? Да ни о чем. Авторы, конкретные депутаты от Справедливой России, предлагают считать доходы бедных с учетом налоговых вычетов. Сейчас так не делается, сейчас чиновники отталкиваются от абсолютных цифр. Есть прожиточный минимум, те у кого доход ниже, малоимущие, имеют право на льготы, на соцподдержку выше, сами понимаете ничего. А вот теперь если вычесть налоги и посмотреть, что у человека остается на руках по факту, нуждающихся окажется гораздо больше, гораздо подчеркну. Именно поэтому и сказал, ребят, это законопроект ни о чем, он никогда не будет принят, потому что сейчас все объясню. Ну, начинаем! А все просто. На самом деле, много лет Путин и его министры рассказывают нам, как ребятишки неустанно борются с бедностью, даже одерживают какие-то победы на этом фронте. Ну, слышали же, много раз число бедных снизилось. Рывок, прорыв, толчок, ядро дает бой нищете. В России снизилось число бедных, однако неравенство между доходами бедных и богатых выросло. Такие сведения содержатся в докладе аналитического центра при правительстве. На самом деле, ну, вы же понимаете, вся эта борьба с бедностью пустышка, фикция. При стагнирующей экономике в условиях нескончаемых кризисов, а теперь еще и ограничений, бедность можно победить только одним способом. На бумаге. Что наши чиновники с успехом и делают? Они просто постоянно передвигают планочку, на которой написано уровень бедности и привет родителям. Если на пальцах, ну, скажем, вчера эта черта была проведена на уровне 12800 рублей, бедных в стране насчитывалось на тот момент 20 миллионов, конечно, такая цифра никому не понравилась. Тогда показатель немножечко опускают на 100-200 рублей всего, объясняют он и укреплением рубля, сильным заявлением условного Лаврова, еще какими-то сказками, ну, планку-то в итоге передвинули. И вот ты, зарплата которого так и осталась там же 12800, больше не бедный, поскольку твой доход и выше новоиспеченного показателя аплодисменты. Причем не только ты нищебродом перестал быть в одночасье, таких граждан по стране цельный миллион образовался, и вот уже какая-нибудь Голикова рапортует в телевизоре, мы снизили число бедных на 1 миллион человек. Красиво ведь? К 30-му году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 17-го года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек. Поэтому, друзья, еще раз, даже не тешьте себя иллюзиями, никто такой закон не примет. Не для того путинские волшебники много лет занимались манипуляциями с цифрами, чтобы сегодня благодаря одному единственному математическому действию учесть налоги, взять и разрушить иллюзии от прошлых побед. Я думаю, депутаты от «Справедливая Россия» это тоже понимают, но нужно же им изображать видимость бурной деятельности, показывать избирателям, что они что-то там делают. А заодно людей нужно отвлекать от по-настоящему важного, а что у нас сегодня первым номером в повестке именно. Новое ограничение в виде готовящегося драконовского законопроекта с ку-ку-кодами, который по сути нас в гетто загонит. Делайте выводы. Реальная журналистика, ловкость рук и никакого мошенства. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Теперь, что касается странностей вокруг этого распрекрасного закона о тотальных ограничениях, странность номер один. 1 декабря в Минтрансе состоялось годовое итоговое совещание и, разумеется, присутствующие там транспортники задали вопрос, а нам-то что делать в связи с возможными изменениями? Речь идет в первую очередь об авиакомпаниях, которые продают билеты заранее. И билеты те стоят, в общем, недешево. Продавайте, ответили чиновники. Предъявлять код-справку при покупке билета не обязательно. Во время регистрации на рейс, скорее всего, да. Вот это поворот. В связи с чем у меня сразу вопросы появились. В Минтрансе что-то такое знают, коль скоро заранее. Так уверенно говорят о проверке QR-кодов во время регистрации на рейсы. Закона еще нет. Он в стадии обсуждения по-прежнему. В регионах находится, в Госдуму поступит только через неделю, может даже через две. Ну, чиновников он вообще не смущает. Минтранс решил пойти на уступку пассажирам и авиакомпаниям. Как узнала газета «Ведомости», на совещании в министерстве решили, что проверять QR-код будут не при покупке билета на самолет, а только при регистрации на рейс. А вот это, слушайте, еще веселее. Ничего себе уступка. Ведь, по сути, мы с вами говорим о чем? О том, что перевозчикам разрешили брать с людей деньги за услугу, которая, возможно, не будет предоставлена. Да же вообще, здрасте, приехали. Когда такое было, чтобы на государственном уровне, по сути, целый ряд законов разрешили пустить по боку? В первую очередь, конечно же, закон о защите прав потребителей нарушается, а во вторую, я, например, думаю, что найдется немало мошенников, желающих погреть на одном руки, как именно, да проще паренной репы. Вот сразу, что приходит в голову, выкупаются, скажем, посредникам все билеты, чартер это называется, и далее уже продажей билетов занимается не сам перевозчик, а посредник, который тот чартер зафрахтовал. Посредник рассказывает потенциальным пассажирам сказки о том, что никто никакие коды требовать у них не станет. Продает таких билетов вагон и маленькую тележку, а потом просто испаряется. Ну, люди у нас доверчивые. Скорее всего, поведутся вот только в порту. Пассажира будет ожидать неприятный сюрприз, и все это, друзья, случится. А оно обязательно случится еще раз с одобрением Министерства транспорта. Чиновники-то ясен перец. Ничего пострадавшим компенсировать не будут, как всегда. Свесят столь почетную обязанность на авиакомпании. Мы же с вами в России живем. В нашей стране в любой непонятной ситуации жди... Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Странность номер два. Не обратили внимания, что несмотря на повсеместную массовую критику граждан непопулярного закона проекта, против него, кстати, выступают не только те, кого модно называть антипрививочниками, но и сторонники вакцинации. Больше скажу даже те, от кого ну никак не ожидал. Вот, например, Низулина-младшая. Действительно, Лига Безопасного Интернета выступает против принятия законопроектов о QR-кодах и призывает Государственную Думу вообще не рассматривать эти законопроекты. Сейчас я расскажу, почему и по каким причинам это происходит. Во-первых, стоит признать, что ситуация вокруг законопроектов о QR-кодах взрывоопасная, и эта ситуация может дестабилизировать положение в нашей стране и вывести людей на улицы. Так вот, не обратили внимания, тем не менее, мы ежедневно читаем новости о том, что региональные парламенты один за другим одобряют введения ограничений, типа посоветовались с населением и решили сказать «да». Депутаты Кировской области проголосовали «за» на днях. Северная Осетия, Алания «за», даже Саратовская областная дума и та «за». Очень важной информацией, я объявляю всероссийский референдум против введения ограничений в отношении непривитых граждан, против QR-кодов, против инициатив «Единой России», которые планируют узаконить сегрегацию на территории Российской Федерации. Кстати, да простит меня Коля Бондаренко, ну и вот эта вот история с референдумом, это тоже чистой воды непонятный конкретный информационный шум, который опять же отвлекает людей, уводит в сторону. И оно уже сработало, заметили? Даже махровые пропагандисты вдруг начали один за другим публиковать какие-то опросы на тему «поддерживаете ли вы проведение референдума?» Народ включился в эту игру. Многие реально уверовали «раз говорят, значит референдуму быть». В связи с чем люди замерли? В ожидании перестали давить на региональных депутатов и губернаторов? Какая прелесть! Вот только реальность заключается в том, что никто, никакого общенародного голосования по этому поводу проводить не собирается, хотя бы потому, что это очень непростая история, которая планируется загодя. С привлечением очень большого количества людей, тем более в такой огромной стране, как Россия. Это вам не в Крыму что-то там втихаря изобразить, население которого 2 миллиона человек, это большущий, масштабный референдум. Зачем, Коля? Ты же лучше меня понимаешь, никто тебе не даст задуманное реализовать. Ну и под занавес, друзья, когда наткнулся на данную новость, я обалдел просто. Предлагаю зачитать вместе и попробовать переварить. Услышанно и так. Минздрав готовит расширенный список против показаний к вакцинации от коронавируса. Приятно, что появится он к середине декабря. В данный момент работа над документом ведется в рамках министерства. Проект также направлен на обсуждение в Роспотребнадзор. Как только там и там придут к общему знаменателю, бумаги опубликуют. Какие заболевания попадут в перечень, пока не сообщается. Вот это ничего себе. Картина Репина приплыли. А ничего, что вакцинация идет полным ходом. А ничего, что где-то уже и QR-коды по полной программе действуют для непривитых. У ибитишек список показаний не готов. Но вы идите. Колитесь сейчас. А там, куда кривая российские мечты вынесет. Я не знаю, как это комментировать. Честное слово. Просто делайте выводы. В очередной раз делайте. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь, кто еще не подписан. Проверяйте подписку. Бывает, что она слетает. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за СИМС спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok